Открывает мне дверь женщина очень высокая, совершенно седая, с несколько преувеличенным выражением чувства собственного достоинства на лице. Вам кого, спросила она? Простите, говорю, мне хотелось бы видеть Наталью Сергеевну Худикову. Да, это я. А что вам угодно? Я говорю, здравствуйте, Наталья Сергеевна. Я занимаюсь Лермонтовым, и мне надо бы кое о чем вас расспросить. И она сказала, голубчик вы мой, вы напрасно искали меня, потому что все стихи, которые Лермонтовым посвятил моей бабушке Наталье Сергеевне, и все его письма, которые хранились у нее в одной скатулке со стихами, их давно уже нет. Их уничтожила еще моя девушка Николая Михайловича, обрезка. Из реальности Михаил Юрьевич. Наталья Сергеевна говорит, вы, кажется, не понимаете, что вы сказали. А что я сказал? Я ничего не сказал. И больше ничего не смогу сказать, интересно, потому что больше ничего я не знаю. Знаю только стихотворение к НФИ, которое напечатано во всех изданиях Лермонтов и которые посвящены бабушке. Вот эти. Я недостоин, может быть, твоей любви. Не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты. И я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. Наталья Сергеевна спрашивает, почему же никто из вашей семьи никогда не говорил о знакомстве вашей бабушки с Лермонтовым? Почему вы все держали это в секрете? А чем мы должны были гордиться? Тем, что бабушка подшла дедушку. Но тут я уже просочился из кухни и втек в комнату. Худякова знала очень мало, но каждая мелочь была для меня драгоценна. Она подтвердила, что странный человек изображает отношения Лермонтова с Ивановой, что у Ивановой была сестра Дарья Федоровна, которая жила потом в Курске. А за что, спрашиваю, дедушка ваш был разжалован? А я про это что-то никогда ничего не слыхала. А я возьми да и ляпни. Я говорю, он был разжалован как раз в том году, когда судили декабристов, так что я подумал, что даже не декабрист ли он. И она так обрадовалась. Ах, милый мой, как хорошо было, если бы он оказался декабристом. Постарайтесь, мой голубчик. Я у нее просидел до вечера, потом пошел, дорогой вспомнил, что забыл задать ей какие-то вопросы, поворотил обратно и с тех пор стал ходить к Худяковой, как на службу. И вот однажды я узнаю, что под Москвой в дачной местности остался принадлежавший Христиине Сергеевне Арсеньевой сундук. Я достал машину, машина пошла на дачу, сундук привезли, разомкнули его, и пошли из него такие вещи, таких я даже вовсе никогда и не видывал. Прежде всего пошли пустые флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Потом пошли какие-то лайковые перчатки, краги, корсет, шушун, спиртовка пошла, колун. А для меня ничего. И когда уже опустел сундук, Худякова достает снизу что-то, смотрит, любуется. Вот и для вас нашлось. Гляжу, Наталья Федоровна, Абрескова, рожденная Иванова. Увидел я, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил, и из-за которой я так страдал. Это ей посвящены строки. И ты, мой ангел, ты со мной не умрешь, Моя любовь тебя отдаст Бессмертной жизни вновь. С моим названием станут повторять твое. А Худякова тем временем отыскала в сундуке дедушку. Не пойму, что за человек. Долго рылся я в архивах, и, наконец, в военно-историческом архиве нашлось все-таки дело над поручиком Абресковым. И оказалось, что Абресков похитил драгоценности на балу и был разжалом солдат из-за этого. Вот вам и декабрист. Отбыв наказание, Абресков женился и поступил в канцелярию курского губернатора. Почему Наталья Федоровна вышла замуж за этого опозоренного человека, этого мы, наверное, никогда не узнаем. Правда, он был состоятельным помещиком. Собственно, этому можно было бы и кончить рассказ. Осталось уточнить только несколько фактов. Худякова говорила как-то, что у Натальи Федоровны отчим был черторижский. Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Кто такой, Худякова не помнит, но говорит, что бабушка некой Нина Михайловны Аненковой была урожденная черторижская. А кто такая Нина Михайловна Аненкова? А это старушка одна. Она очень сладенькая и плохонькая. А живет она в доме наших больших друзей Кашиных. Отправляя себя к Кашиным, во дворе большого восьмиэтажного дома обнаруживается ампирный особнячок. И вот появляется Юрий Анатольевич Кашин. Я объяснил цель своего прихода. Лицо его выразило крайнюю степень огорчения. Он сказал, что Нина Михайловна Аненкова человек крайне больной, с чрезвычайно расстроенной памятью и вряд ли вспомнит фамилию бабушки. Не стоит тревожить старушку. Хотел бы оказаться полезным, но, к сожалению, у меня нет ничего, что касалось бы Лермонтова. Из семейных реликвий сохранился только альбом, который пришел к моей жене по наследству от Марии Дмитрины Жедринской, супруги русского губернатора. Альбом украшает стихотворение Апухтина, собственноручно им вписанное. Действительно Апухтин. Но к чему мне Апухтин? Ничего интересного в альбоме больше нет, предупреждает Кашин. Все остальное давно известно из стихи, которые сама Мария Дмитриевна просто переписывала из книг. В самом деле стихи все известны. Лермонтов на севере Диком, Фетт, Гюго, Тютчер. Я уже собираюсь отдать альбом. Перевернул еще несколько страниц и вдруг вижу. В альбом Н.Ф. Ивановой Что может краткое свидание Мне в утешение принести? Час неизбежный расставания Настал, и я сказал прости. И стих безумный, стих прощальный В альбом твой бросил для тебя Как след единственный, печальный, Который здесь оставлю я. Неизвестные стихи Лермонтова. И даже год указал. И фамилия ее написана полностью. Перевел глаза на соседние строки В альбом Д.Ф. Ивановый. И снова год. 1832. Перевернул страницу Станцы Лермонтова. И тоже неизвестные. Как метеор в вечерней мгле Она очам моим блеснула И бывший все мне на земле Как все земное обманул. И все это переписано рукой Какой-то курской губернаторши. Впрочем, позвольте. В этом как раз нет ничего удивительного. Ведь обрезковы поселились в Курске. Дарья Федоровна жила в Курске всю жизнь. Вот почему неизвестные стихотворения Лермонтова оказались В альбоме курской губернаторши. Они переписаны из альбомов Сестер Ивановых. Да, теперь становится более ясна История отношения Лермонтова с НФИ. Становится ясным, кому посвятил он Большое прощальное стихотворение 1832 года, В котором вспоминает время, Когда встречался с НФИ На берегах Клязьмы И в подмосковном Середникове. Вот они, эти стихи на разлуку. Я не унижусь пред тобою Ни твой привет, ни твой укор Не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы Для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы Твоей улыбке и глазам. Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья. А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной И силой духа убежден, Я дал бы миру дар чудесный, А мне зато бессмерти он. Зачем так нежно обещала Ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала? Какой устала, наконец. Не знав коварную измену, Тебе я душу отдавал. Какой души ты знала цену? Ты знала. Я тебя не знал. Ну вот, конец истории этой любви, А вместе с ней и долгой истории поисков.